Всем привет дорогие друзья, с вами Механик и мы с вами в прошлой серии попали в небольшое ДТП, но вроде как все решилось и теперь мы можем ехать дальше. Стартуем и я хочу вам сказать, что я немножечко поднастроил машину и немножечко поднастроил руль и теперь оно стало еще сложнее в управлении. Очень сильная отдача, зря я так настроил, но ладно, эта серия будет максимально для меня сложной, у меня прям вырывает руль из рук. Так, что там у нас, что там у нас, как движение, вроде нормально, вроде никого нет, поворачиваем и стартуем, ох, как ее тащат, ну теперь я чувствую кстати как машину сильно тащат. Так, ладненько, сегодня у нас планируется с вами добраться до точки назначения, надеюсь все получится и уже возможно там мы пересядем на что-нибудь другое, чтобы двигаться дальше. Кстати, давайте карту посмотрим, все ли у нас здесь правильно и сколько нам вообще осталось ехать. Ну, в принципе не так много, но осталось... О, всего 15 километров, вообще чуть, сейчас доедем. Не хватает денег купить новую игру? Тогда забирай ее бесплатно, прямо сейчас. Не пропусти специальную акцию для моих зрителей, экономь до 90% при покупке первой игры и получи еще одну в подарок, совершенно бесплатно. Раздача происходит каждый день только среди покупателей. Хочешь, чтобы твои друзья обзавидовались твоему стим-аккаунту? Тогда переходи по ссылке в описании и покупай самые крутые игровые новинки, но рекомендую поторопиться, потому что ключей по такой низкой цене осталось совсем мало. Ссылка на магазин в описании. Что, ребята, продолжаем движение. Реально, 15 километров, это вообще нет ничего. Мы очень быстро с вами, наверное, доедем. Так. А, нет, все. Все в порядке у меня. Ох, что-то я разогнался, да? Пока отвлекался на эти переключения света. Ну, оно вообще... Вы вообще в порядке? Нет, ребята, вы дайте, дайте проехать, да? Сейчас опять какое-нибудь исполнение будет от меня. Я не хочу этого. Братва, мы не хотим стрелять. Ёлки-палки, он так и будет, что ли, переться? Вот так, реально. Ну, что это за дичь? Я, кстати, все чаще и чаще такое вот поведение замечаю. Вот так, на дороге едешь где-нибудь, просто какой-то чувак на фуре выпирается вот так в два ряда, и все. И он обогнать не может. И назад не едет. И все, и просто, допустим, две полосы заканчиваются, и никто никого не успел обогнать. Ну, это просто дичь. Вот что сейчас нам делать-то? А у меня что-то сигнал даже не работает. Давай, давай, дай проехать. Так, эти тормозят, а он чего? Ну, понятно, и он будет сейчас тормозить тоже. Ну, давайте, вы что, ребята? Ну, поехали уже. У меня сейчас коробка так сгорит от таких рывков резких. Что тут происходит? Что тут реально? Я не понимаю. У меня машина не может так плавно ехать. Мне надо... Мне надо навал жесткий делать. Я бы вот тут попробовал, конечно, но что-то как-то... Не знаю. Не вызывают у меня доверия эта щелочка. Ну, дайте чуть-чуть пространства больше, но я вас прошу, вы что, угораете, что ли? Понятно. У меня сейчас бы был, знаете, вот, ну, чуть-чуть какая-то щель там. Я бы легко проскользнул. Давай, ты на Ниве еще. Давай, 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 да, молодец. Залез, красавчик. Ну, просто я не понимаю, ну, что это такое? Как его вообще проехать до меня, а? Дичь. Натуральная дичь. Я хотел... Я приору взял зачем? Чтобы тошниться в пробках вот так вот? Нет. Я приору взял, чтобы горцевать жестко. Ох, ты сзади, смотрите, кто едет. Я что, сейчас их не бортанул, кстати? Что скажете? Так, 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 ребята, все. Моя пошла. Моя пошла, все. Вот и все, досвидульки. Наконец-то, наконец-то выпустили зверя на свободу. До этого просто в клетке томился бедненький. 200 там было уже, по-моему, да? В горку. Нет, 180? Слишком быстро, если честно. Руль вообще, ну... Эх, блин. Ох, вы бы почувствовали вообще себя на месте. Тут люфт руля. Я вот рулем кручу, если что. Вот это я кручу рулем, ребята, если что. Фух. Нет. Вот, честно сказать, на скоростях за 150 это вообще, это неуправляемый автомобиль просто становится. Просто неуправляемая тачка. Слишком дикая. Вот 150, здесь надо какой-то лимитер ставить. Больше нельзя на ней ехать, она вообще не рулится после 150. Я уж про 200 просто молчу. Это вот, ну, чисто на удачу едешь. Потому что вот так, чуть-чуть рулем вроде даешь. Так, а что это у меня? У меня руль открутился, ребята, подождите. Сейчас руль закручу. Во! Теперь можно ехать. Нет, нет, слишком быстро. Слишком быстро опять. Я не знаю, может быть на других машинах будет чуть стабильнее. Ну куда ж ты прешь-то, гадина такая, а? На, еще и в меня. Правильно. Правильно, конечно. Вот, вот, вот это что? Это как? Это в порядке? Это нормально, они считают? Ну там такое ушаталите произошло. Просто у меня моя приора превратилась в блинчик. Ну реально. Ушаталась так, что ничего не осталось в живых. Да ты что творишь-то, собака? Ты меня один раз убил и еще раз хочешь убить? Все, до свидания. Фух. Ну это жестко вообще сейчас было. Просто жестко. Фура меня прямо смяла там так, что ничего не осталось. Хорошо, что приора вот, ну как бы быстро восстанавливается и на ней можно продолжать движение. Давай, давай, что такое? Что-то с коробкой. Она переключилась на повышенную и все. Не, ладно, ребят. Ну хоть так обошлось. Знаете, думал сейчас улетишь куда-нибудь и все. И с концами придется опять восстанавливаться где-то. Мне этого не хочется. У нас с вами планов, ну-ка планы грандиозные. Да, нам нужно проехать очень много расстояния. И поэтому нужно ехать максимально аккуратно. Вот так. Раз. Вот так. Вот так. Два. Да вы что творите? Вы видали? Просто ДПСы меня взяли и бортанули. Вы видали вообще? Ну как? Я что-то не могу понять, это вообще в порядке? Тут все нормально? Или я слишком быстро для потока и поток не успевает как бы на меня реагировать? Или машина у меня слишком маленькая? Они такие, типа, что это там? Мелькает красная, а потом хлоп и я уже тут. Вот, смотрите, оп. Вот она реально на скоростях до 150 прям хороша. Прям очень хороша приорка, мне нравится. Камри тоже мне очень нравилась. Но у Камри, вы помните, да, какой был казус с человеком из крыши торчащим? А это мне вообще не понравилось. Да, вот сейчас разогнался хорошо, там под 200, наверное, пьер. Ну, мы так и будем, да, здесь? Может, уедешь? Нет? Понял. И вот так. Ну, посмотрите просто, что исполняет приорик, а? Вообще сумасшедшая тачка. Ой-ой-ой-ой, сколько там? 200? 200. 200, ребята, прям. Вот он, выехал. Красавчик! Просто в полыну тормозил. Ты вообще в порядке, да? По зеркалам не учились смотреть? Фух, у меня, честно говоря, руки вспотели уже. Надеюсь, у вас все в порядке. Вы там пьете свой чай, не напрягаетесь, как я тут. 200, да? И снова выперся. Ну, не знаю, тут прям, я честно, я испугался на 200 вот так. На, правильно, давай, еще и сзади меня. Ну, правильно, да, классика. Чисто классика вообще, по красоте. Спереди он тебя подрезает, сзади в тебя фура въезжает. Все. Ну, там отбойные молотки какие-то работают. На тебе! Понравилось? Могу еще добавить. Ну, это, конечно, жесть. Ну, а что вы хотите, ребята? Это суровая Россия. Кто вам сказал, что тут легко будет? Никакого легко тут не будет. Тут будет максимально тяжело. Кстати, что удивляет, двухполосные дороги. Вот как мы выехали с Красноярска. Шикарная трасса, прекрасные дороги. Я просто вспоминаю, как мы на Байкал ехали. Там ужасные были дороги. Реально уже. А мы уже приехали, кстати. Мы уже приехали, и можем сейчас на разворотку идти, получается. Как раз и увидим, а что же там такое? Что же там за ремонт дороги происходит? Да, я уже вижу этот пункт назначения наш. Не хватает чуть адаптива в коробке, чтобы она прям раз и сбросила. Да отвалите вы! Только я собираюсь вправо уходить. Все, тут же. Тут же машина, там же. Мне вообще это не нравится. Так. Там, видимо, какая-то развязочка будет. Сейчас посмотрим. Пока непонятно. Но мы приехали. Так или иначе, мы приехали. С другой стороны, там можно уехать. Подождите, там можно уехать. Ну-ка быстренько карту посмотрим. Можно уехать, ребят. Можем направо уйти по развязке сейчас. Я думаю, мы так и сделаем. Так. Давайте-ка мы, наверное, с вами куда-нибудь вот сюда пока поставим. Расчет маршрута. Он сейчас через верх его нарисует, что ли, или что? Так. Он не понимает, как нам туда повернуть. Может быть, мы сейчас с вами посмотрим, как нам туда повернуть. Наверное, здесь, что ли? Ну да, вроде. Или нет? Сейчас посмотрим, пока не понял. Да. Да. И тут налево уходить. Все нормально. Все отлично. Да, не посмотрим, что там за пробка. Ну ладно. Так, ждем, значит, пока будет у нас автобус выезжать. Но я думаю, что это здесь до завтра будет. Ничего себе он рванул. А я? А я за ним. И все. Ну нормально, автобус бахнул, да? Тихо, тихо, спокойно. О-о-о-о, трубы там свалились. Это сильно, кстати. Так, сейчас мы доедем с вами. Вот о чем я говорил. Вот оно, ребята. Вот здесь должна наша приорка раскрываться прям сильно. Вот сейчас. Будет прогальчик, и мы такие, оп. Оп. И не успел все равно, прикиньте. Не успеваю. Реально не хватает разгона. Не хватает. Понимаете, что? Не хватает. Ты прям подгадывать надо. Это там маленькая была, а сейчас вот большую как тут? Как большую-то обогнать? Реально, такой плотничок идет. Не, ну это вообще прикол. Так, мы сейчас с вами сворачиваем направо. Где? А где направо поворот? Подождите, а где поворот направо? Что-то я не понял. Да куда ты? Так, давайте-ка притормозим здесь. Я не понял, где поворот направо? Я хотел заехать на вселенный пункт. Странно. И вообще же ничего не было, да? Вы видели, что там вообще ничего не было? Интересно, интересно. Так, ребят, значит, нужно, наверное, будет немножечко передохнуть здесь, в этом месте. И, наверное, вернемся чуть назад, посмотрим, где там этот поворот направо. Изучим населенный пункт, передохнем и поедем дальше. Я предлагаю вам дальше ехать, смотрите, куда. Я предлагаю доехать до этой развязки. Вот, хотелось бы, конечно, и эту дорогу, и вот эту, но здесь так не получится. Да, наверное, вот так вот мы поедем. Вот сюда. Третью сюда. Не-не-нет, нет. Нет. Короче, так, отсюда повернем сюда, вот эта дорога будет неизведана у нас. Потом здесь и отсюда поедем вот сюда наверх. А хотя вот это тогда будет неизведано. Прикол. Или доехать до Вознесенки, потом до Красноярска, потом вернуться в Вознесенку и наверх. Просто хочется здесь именно вот проехать вот это все, ну, так как интересно, по сути. Ребята, подскажите тогда, как лучше быть, как здесь лучше проехать вот эту маршруту. Я хочу просто вот это все проехать, посмотреть, как оно здесь до Красноярска. И потом Вознесенка. И погнали наверх. Кускун. Тертеж. Ну, тут вообще, тут много чего-нибудь. А-а-а, тут нет дороги, тут будет... Тут паром будет, смотрите. Причем паром будет куда-то вот сюда. Отсюда мы на машине вниз, наверное. Не знаю, но выглядит все максимально интересно. В общем, будем двигаться дальше. Я надеюсь, вам, как бы, нравятся эти серии. Посмотрите, у нас еще сколько здесь всего можно проехать вообще. Кайф. В общем, мы только начали, друзья. Я думаю, насчет какого-то другого автомобиля. Можете также подсказывать мне в комментариях. Пока дорога отличная, поэтому крузак и гелик мы оставим где-то, наверное, туда, к Иркутску. Где дороги были раньше хуже. Не знаю, как сейчас. Может быть, сейчас тоже хорошие дороги. Тогда мы и на седанах вполне проедем. Так что, ребят, на этом будем заканчивать. Спасибо за внимание. Всем пока.